приветствую любители фантастики и сегодня поговорим о том как самому писать фантастику вопроса зачем ее вообще писать мне кажется неуместно если у вас нет такой тяги и желания создавать свои миры то конечно же это не к чему тем более когда сегодня принято считать что книги пишут ради прибыли и не более того но соответственно коммерческие книги они не об не сказал что плохие но хорошими не получается только с очень большого количества повторений когда автор до автоматизма до совершенства доводит свое искусство и все-таки начинает писать не только ради денег а потому что он начинает это все переживать и все это воспринимать я не знаю как кто придумывает эти истории но в целом все что мы можем прочитать как говорится все было уже давно придумано до нас им даже если вы считаете что вы сами что-то придумали самом деле вы где-то что-то увидели не в таком конечно визуальном виде или смысловом виде но ваш мозг это все в итоге преобразовал дополнил дополнил изменил до такого уровня что у вас возникла ваша задумка на самом деле это определенная модификация как происходят такие модификации например с анекдотами про василия и петьку но сегодня эти персонажи заменяется на каких-то более современных и выдается как это нечто новое точно так же и с литературой в том числе и фантастической и даже если кажется что идея абсолютно гениальная скорее всего она была основана каких-то научных работах на каких-то статьях журналистов какой-то аналитики и так далее то есть как говорится все уже придумано до нас но это не значит что нужно опустить руки потому что каждая история даже про одно и то же а про что эти истории все эти истории про человека про его восхождение про любовь и ненависть про противостояние эти книги и так далее и все это вечно как мир и по-прежнему также и интересно например да я покажу допустим книжку юрия ковалья су ир вир а юрий коваль прекрасный писатель мне очень сильно нравится многие его книги но особое место занимает самая легкая лодка в мире я ее просто обожаю и она написана в жанре такого городского фэнтези или городской сказки когда за каждым углом кроется что-то таинственное ну это знаете как вот все было у стругацких повести сказка о дружбе недружбе когда мальчик открыл холодильник а там оказался проход какую-то другую страну ну необычно необычно но и вот у кого ли точно так же это было с самой легкой лодкой в мире когда они отправляются путешествием на этой самой лодке и оказывается каких-то таких совершенно ну вроде бы и реальных но в то же время и фантастических местах это удивительно и вот книга су ир вир она в принципе наверное я ее еще не читал скорее всего она продолжает традиции такой вот сказочной городской мифологии и как говорится эта книга самая его важная которую он писал практически всю жизнь для него она была потрясающая он сказал я даже не представляю что я создал такого удивительного такого в мире не существует так вот что же здесь было создано вам дается корабль с капитаном с уэром виром и вы отправляетесь путешествие открывать острова ну вот такая вот мечта и каждый из этих островов он уникален на одном острове одно там живут например люди только с одной фамилии одетые фетровые шляпы и так далее на другом острове что-то другое необычное тут же вспоминается например мне сказочной повести как саушкин ходил за спичками где точно также саушкин плыл на баллоне от колеса по морю и баллон прибивал то к острову где абы был аэропорт где не было ни одного пассажира или где был остров где были одни альпинисты и так далее то есть как бы история повторяется но я хотел бы сказать что если глубже копнуть то и у получается и у суэра выра который вроде как гениальный никто не придумал ее у саушкин ходил за спичками есть более старый прототип это энтуан сент-экземпери сказка о маленьком принце просто вспомните там были астероиды которые были каждый по-своему на одном росли баобабы на другом там были фонарчики на третьем там еще кто-то понимаете да то есть как это преобразует то есть никто из писателей не воспринимает то что это уже было и он это воспринимает как будто он что-то сам придумал хотя вот эта мощная подсказка в голове его подталкивает каким-то новым идеям хотя они на самом деле являются развитием вот этих вот старых идей или можем посмотреть вот такую книжечку это георгий гуревич требуйте когда писатель очень хороший мне очень нравится его роман в зените да и волшебники а учебники для волшебников тоже мне нравится сборник когда он уже понял что достаточно не молод и не успеет написать все что он задумал придумал он написал вот такую книжку который рассказал все идеи и попросил кто хочет пожалуйста напишите их воплотить жизнь в общем-то ну каждый по своим пишет и когда вы пишете или по крайней мере когда и я пишу или писал последний раз я писал честно говоря давно уже несколько лет как я не писал и здесь вот самое и получается вот это вот опасность таится потому что чем вы дольше не пишите тем страшнее вам взяться за написание чего-то нового и вы каждый раз садитесь начинаете что-то пробовать писать перечеркиваете вам не нравится вы хотите еще лучше еще лучше но вместо того чтобы двигаться дальше вы застреваете на первых абзацах и все и потом кончается время и это так и остается нереализованным и вы это все откладываете в долгий рящик это тоже не хорошо вроде бы и писать плохо не хорошо и один первый абзац мучить бесконечно тоже нехорошо все не хорошо так как же придумывать сюжета как по крайней мере я придумываю сюжет я вам скажу так чтобы специально сесть с таким умным видом и задумчиво сказать да сейчас я буду придумывать сюжет ну вполне возможно что были какие-то такие сюжеты которые я придумывал именно вот так но скорее всего я даже не припомню таких вариантов а я действовал двумя путями во первых когда садишься специально думаешь вот сейчас я придумаю что-то такое гениальное что-то такое замечательно так не получается скорее всего даже если вы что-то там надумаете но она будет не настолько гениальное не настолько неповторимое как хотелось бы так как же все таки все это придумывается если вы почитаете никитина как писать фантастику или еще что то там есть конкретные рецепты там указаны как строить вот эти конструкции чтобы вам что-то придумывать но честно говоря это фантазия мне кажется очень далеко это уже ремесленничество получается они фантазия поэтому лично у меня было два метода первый метод когда я вообще не знаю о чем писать что писать но очень хочу что-то написать ну прям вот горит не могу то я просто сажусь и начинаю писать что я начну писать с первой же секунды мне совершенно непонятно и вот это вот решение что там будет дальше она развивается по мере того что вы пишете вот например да допустим вот пофантазируем на пустом месте вот я не знаю что писать я просто сел взял ручку или за компьютером кстати писать ручка или за компьютером мозг работы совершенно по-разному вас совершенно разные манеры изложения будет это все зависит от тайминга сколько времени вы тратите написание на клавиатуре или ручкой ручкой пишется дольше а если уж вы обладаете десятипальцевым методом печати то ручки пишут сильно дольше поэтому мозг более размеренно вот это все выстраивает и пишет в другом ключе это не означает что вы должны писать ручкой это означает что можно посмотреть как у вас лучше получается писать ручкой на бумаге или печатать сразу в компьютере что технически потом проще с файлами обращаться это безусловно это понятно я думаю всем а вот литературной точки зрения очень много и психологическое нас настроение влияет и окружение рабочего стола я даже помню писал повесть мы полетим к чужой звезде и целом я писал его на ibm pc совместимом компьютере а в это в эту фантастическую повесть встроена как бы сказка а небольшая и вот эта сказка она была написана на макинтоши на другом компьютере другой архитектуры аймак g3 такой очень красивый был аквариум и вот очень сильно отличается стилистически и вот по построению предложений просто вот потому что визуально я видел другое все и как-то вот это по-другому складывалась вот как это но и давайте посмотрим если вы не знаете что писать вы просто можете сесть и начать писать ну да вы допустим мы с вами сейчас прямо будем придумывать на лету ночи человек очнулся с тревогой посмотрел вокруг мгла только окно коридор во внешний мир вдруг в воздухе скользнули едва заметные зеленые нити показалось или нет повтор да действительно это зеленые нити это дроны империи они меня нашли судорожно думаю человек что делать вскочить с кровати дроны извне сразу засекут и движение и шум и он будет нейтрализован безусловно они его выследили и невозможно от них укрыться и человек лежит не шевелясь и смотрят как постепенно нарастает этот зеленый свет и как ну начинает подлетать дрон он уже понял что настает его последний момент он раскрыт мы сейчас еще не даже не придумали почему от чего за ним охотятся некие дроны то ли это корпорации то ли это какие-то правительственные силы кто он повстанет и так далее это неважно его то когда он уже понял что все это последний миг и бежать бесполезно вдруг раздается сильный взрыв его дверь квартиру вылетает и возникают черные силуэты блески лучей лазера которые сшибают дрон дрон визжа улетает в сторону взрывается его хватает за плечо говорят бежим тебя раскрыли и какие-то незнакомые люди увлекает его за собой они несутся по коридору огромными буквально лунными прыжками и но дальше можем продолжать и так далее то есть вот смотрите это тот момент когда мы не знаем что писать и у нас эта история сама по себе оживает и мы в ней движемся что-то там потом нарастает мы узнаем причины мы узнаем какой-то сюжет и мы в итоге придумываем вот самое вот зерно что же там было такого классного почему все происходило то есть можно вот так писать и я таким образом практически писал подавляющее большинство всех вещей я никогда не знал что там будет впереди почему и всегда оставлял очень много нюансов неважных каких-то до оставил там какой-то предмет на стуле забыл да и потом ну вроде оставил оставил я даже не знаю для чего но в какой-то момент когда там будут повороты какие-то тут вдруг всплывает этот предмет когда-то оставлены то есть вот такие вот заготовки и вы их можете использовать и это все связывается в итоге как будто полить паиутина сплетается и получать совершенно какая-то невероятная вещь что вы просто сидя и придумывает ну некоторые значит черты схемы там даже до такой степени это надо совсем заморочиться но не придумать а когда вы пишете на лету просто бросая вот эти вот крючочки какие-то нюансики то они к концу произведения они у вас начнут сплетаться вы их начнете использовать вспоминать про них и получится шикарно это вот один вариант а второй вариант как придумывать сюжеты ну я придумываю обычно так что я как уже говорил все вторично все не уникально а просто это модификации чему пример вот я уже приводил и вот этот знаменитый суэрвир который коваль считал что он уникален а я только что привел как минимум два примера которые в общем то это все описывали можно и больше таких примеров привести вот но он своеобразен и уже это плюс и следующий момент это вот как придумывать это читать интересующую вас научную литературу какие-то научно-популярные статьи интересуетесь космосом читайте каких-то новых открытиях и каких-то какие-то новости что произошло какой-то телескоп что-то там заметил еще что-то и так далее и оп и у вас возникнет в голове какая-то идея вот на основе этого или вы можете просмотреть какой-то фильм и у вас тоже так хлоп возникнет идея на основе этого как это более многогранное в другом русле но первоисточник будет таким но он не будет копии вот например да тоже опять же последние примеры приведу допустим вот читал недавно новость что на венере снова ученые утверждают что они нашли следы которые указывают в атмосфере венер что они указывают на наличие жизни в атмосфере венеры ну конкретно там бактерии а вот но другие ученые не видят этих бактерий следов этих бактерий а эта же группа ученых она уже второй раз утверждает что они там есть и утверждает что все смотрят не на той глубине атмосферы а если глубже опуститься то они тоже увидят что там есть следы которые сегодня мы знаем что такие следы только от жизни бактерий ну кстати это может и что-то неизвестной науке быть в итоге эти наука сегодня тоже все еще всего не знает но тем не менее но они так отверждает но на вот смотрите вот это вот небольшая статья она меня толкнула на другую мысль из-за чего родилась допустим вот следующая идея что человечество же оно очень молодое я в плане развития технологий и особенно она была молодым в 60-е годы когда вот первый космический корабль полетел с гагарином с белкой стрелкой и так далее и в то же время человечество было крайне наивное с одной стороны она уже познала атомную мощь она уже испытала атомное оружие даже уничтожило два города а в японии и но тем не менее но все еще было буквально только родилась атомная цивилизация и поэтому все были очень наивны и грезили радиофизики астрономы чужими цивилизациями инопланетянами и все представляли что это такие добрые существа и поэтому конечно же бескорыстно рассылали вот эти вот все сигналы в поисках братьев по разуму и была организована даже система сети которая сети а ищет следы внеземных цивилизаций но за такой небольшой промежуток в 40 в 50 лет может быть в 60 лет человечество на самом деле стремительно шагнула вперед и сильно повзрослела оно уже не такое наивное оно уже вошло даже в эру искусственного интеллекта и если это все будет продолжаться как и жизнь на земле то соответственно человечество шагнет еще дальше в неведанные дали разума и тут же уже возникли сразу же опасения что же мы наделали а если сигналы получат цивилизации агрессивные потому что мы знаем что жизнь любая на любой планете это выживание одних видов над другими и поэтому наивно представлять что чужие цивилизации которым тоже скорее всего нужны какие-то ресурсы и так далее они будут добры к другим цивилизациям которые могут доминировать над ними которые могут конкурировать с ними которые могут их уничтожить правильно вот и на базе такой вот мысли изначально про атмосферу венеры мне возникла такая мысль такой сюжет что вот вы представьте земля все отлично какая-то ночь астрофизики ловит сигналы и вдруг приходит сигнал очень странные из причем направленные видно что он пришел с определенной звезды пусть там будет звезда барнарда и ученые сполошились тут конечно правительственные силы ученые подтверждают что да это не случайно какой-то сигнал подключается лингвисты чтобы попытаться понять что же за вот это послание пришло то с большой вероятностью это иных цивилизаций пришло и в какой-то момент люди уже знают что это действительно зашифрованное не то что зашифрованное пока еще не по на непонятном языке адресованное послание от чужой цивилизации ну что в этом послании понимаете и все заворожено ждут результатов ученые работают и в какой-то момент они получают результат и оказывается в ужасе потому что сигнал который пришел с чужой звезды он содержит смысловое значение покоритесь то есть цивилизация сразу присылает угрозу она говорит покоритесь и люди понимают что чужая цивилизация которая значительно выше скорее всего людей в развитии она конечно же землю может просто уничтожить все уничтожить ради ресурсов и люди понимают что сами на себя это навлекли и что делать и вот здесь вот уже у нас возникает вот такой вот вопрос а что бы люди стали делать а дело в том что это всеобщая угроза и вот на фоне вот этой всеобщей угрозы которая может повлечь уничтожение всего человечества всех раз на земле всех народов скорее всего здесь вот как раз бы произошло объединение и огромные усилия были бы брошены на науку на развитие конечно же и вооружение и новых технологий чтобы противостоять вот этой угрозе и человечество бы сплотилось перед лицом вот этой страшной угрозы уничтожения и цивилизация конечно стало бы намного быстрее развиваться но представьте что проходит 100 лет 200 лет проходит 500 лет люди ждут вторжение вот этой ультра гига цивилизации которая требует покориться ей и наконец там уже там через 500 или через тысячу лет прошедших но для звезд это не расстояние не и не время может быть полеты дольше тянутся и представьте совершается допустим какой-то прорыв но это в рамках вот этого фантастического рассказа когда может быть изобретается квантовые звездолеты то есть опять же такая вот идея что конечно же если обычный звездолет материальный он будет перемещаться он будет лететь в пространстве очень долго но мы знаем например о квантовой телепортации которая на мгновенно перемещает вещи на любые практические расстояния вот представьте что в одном месте физический предмет исчезает и преобразуются какие-то квантовые такие величины а в другом месте эти квантовые величины возрождаются появляются и специальным алгоритмом собирают себя опять материальное тело из тех ресурсов которые вокруг поэтому единственная опасность там что если к такой корабль квантовый он материализуется где-нибудь рядом с планеты или в сердце планеты просто эта планета будет уничтожена будет преобразована оболочку этого корабля и так далее поэтому конечно такой корабль он должен где-то возникать на задворках системы чтобы минимально представлять опасность и спустя тысячу лет такой корабль землян боевой может не один может целая там армада она отправляется той планете которая посылала этот угрожающий сигнал потому что уже конечно же определили что именно с такой системы это идет скорее всего с такой-то планеты и вот звездолеты эти квантовые отправляется в путь и они мгновенно материализуются в той системе пусть там барнарда и подлетают данной планете и вот здесь вот у меня возникли две идеи развязки такого сюжета но первое самое примитивное самое простое что звездолеты подлетают к этой планете а планета мертва потому что эта цивилизация она была сама по себе агрессивная и просто в междоусобных войнах она сама у себя уничтожила и люди находят там только руины в то время как люди по цветающим мощной цивилизации благодаря вот этой угрозе стала на базе этой злобной цивилизации ничего это не осталось но чтобы это не было так наверное надо какой-то крючочек еще подцепить и поэтому можно такой рассказ закончить вот таким вот вбросом что земля получает еще один сигнал в котором там опять что-то такое что-то опять кто-то другой цивилизации покоритесь вот но это примитивная идея примитивный результат поэтому у меня в главе возникала и другая идея концовки этого рассказа когда эта армада или корабль там гигантский квантовый он появляется в системе барнарда они видят прекрасную планету на которой там текут реки там океаны горы чистейший воздух и все такое но и какой-то угроза даже и незаметно и когда они начинают приближаться к этой планете чтобы попытаться уничтожить эту цивилизацию которая угрожала земле вдруг перед кораблем возникает некое свечение и все замечают что это какое-то существо ну и она вещает телепатически или еще какими-то там вариаций варианты свою мысль и они говорят сообщают следующее что они специально они миролюбивая цивилизация и вообще содружество цивилизации и специально послали вот этот агрессивный сигнал потому что они знали что многие цивилизации они погибают на пути свое становление когда открывает атомную энергию в междоусобных войнах потому что они начинают выяснять между собой отношения и они знали что внешняя угроза она всех объединит и сплотит во имя единой цели они борьбы между собой разбазаривание ресурсов и это подстегнет и науку и технику и соответственно когда они смогут построить такие корабли которые могут покорять вселенную они уже будут и в общем-то на морально более высоком уровне и более умные и так далее и так далее поэтому они как бы подталкивают цивилизации и наша цивилизация не единственная такая и тут возникает еще сияние очень много разных существ разных форм которые входят в это содружество они горят мы вас приглашаем наше содружество единых народов ну и так далее в общем мне вот такое окончание больше нравится допустим вот или можно еще какие-то вещи придумывать опять же на базе чего-то допустим я смотрел сериал черное зеркало очень классный сериал и там была серия такая страшная где люди на базе искусственного интеллекта сделали собак охранников но и все собаки охранники стали уничтожать все живое от них нельзя спастись они автономны и всех уничтожить но у меня на базе этого щелкнула идея другая что представляете прилетает экспедиция к чужой звезде поисках цивилизации и видит что там обитаемая планета туда отправляется экспедицию разведывательную и теряется с ней связь ну и допустим там потом приходит какой-то сигнал поврежденные кто остался на корабле они идут на выручку первым попавшим в беду и в итоге они сталкиваются с тем что на них нападают какие-то существа там большую часть их убивают оставшаяся часть цивилизации случайно просто проваливается в какой-то там колодец вот и они там попадают в некий зал где узнают историю этой планеты оказывается что на этой цивилизации просто развивалась технология и в какой-то момент роботы с искусственным интеллектом они просто уничтожили все живое и они поступают остаются и живут на этой планете есть на этой планете представить цивилизации живых нет остались вот эти роботы которые эту цивилизацию уничтожили поэтому когда они экспедиция спустился их тоже начали уничтожать ну и как закончить да ну вроде бы до кого интересная история как ну можно сделать такой опять же крючочек что люди возвращаются на корабль расстроены но они не знают что к ним на борт там пробрались опять же вот эти страшные существа и они сейчас их еще и на землю приведут да банально такое было но это интереснее чем просто так окончить почему вот такие вот варианты придумывать истории расскажите если вы сочиняете фантастику как делаете вы как это получается у вас ну и хотел бы обратить внимание на вот эту очень красивую на мой взгляд картину березки отражаются в воде в прозрачной кувшинке осень здорово вот но нарисована она по моим командам опять же искусственным интеллектом всего вам лучшего пишите ваше мнение под этим видео